сегодня на работе не могла вам ничего снять потому что у нас сегодня такой день кроме пор коди вообще никто ничего не сказал хорошего ребята у нас уже уволили четверых 4 человек с нашей с нашей этой ну там где мы уборкой занимаемся просто выгоняют каждый день купаешься вода в ванной такая знаете ну не то чтоб сказать черная ну практически земляная знаете чем я себя мажу она жирная банках кокосовое масло но очень хорошо для волос я уже мишель дала и алене своей дала короче его можно кушать на нем можно жарить но единственное что такие вот такие вкрапления попадают я прям так не жалею что на лицо фронтоношу поднос что на губы вечером так хорошо намазываю она так хорошо впитывается мы все простуженные слышите да сегодня у меня пацанчика не было на работе но он еще вчера с температурой был ну в общем сейчас какая-то опять ходит фигня короче но я на это не обращаю внимание простуда это не для нас и что сказали мне лично а ты говорит работаешь до 21 то есть до срока окончания хотя мне говорили до 15 нет мне продлили до 21 21 у нас день сдачи всего корабля и на этом все на этом судостроительный завод у нас закончился и смеемся и ржем и работаем и и чего там только нет я уже сегодня по концу смене этому козима говорю я так мойка в домах окон говорю 50 евро в час если хотите я говорю могу прийти помыть оказывается оказывается они все командированные у нас дома нет я решу что писульки пишет блин бездомный ты зачем нам такие нужны кавалеры это я конечно шутя я знаю что там все практически все в командировках им снимают недалеко от нашего завода жилье они живут по три по четыре человека в комнате вот когда корабль сдается их заселяют потом и поселяют перекидывает другие регионы вот что я хотела рассказать сегодня я встретила на судостроительном этом финкантере еще одного человечека если вы помните мы с альбой работали и в парке работали и вот у нее муж там работает вот и она там работала то я вчера проезжаю рит смотрю ты не ты а сегодня уже проходит мимо и так меня совсем ума так это ты обнялись расцеловались а я смотрю он так чистенько одет такой весь и в касочке я говорю слушай ты ж вроде бы трубопроводчиком работаешь он горит не это я работал горит трудопроводчик это я горит уже начальник то есть он уже начальник какого-то там отдела по какому там я горю вот это да альба говорю а альба говорит уже все не работает была у них фирма она тоже на судостроительном этом работала и у них была фирма где она была секретарем так что случилось фирма фит фирму разорили пока командовал там старенький хозяин фирмы был но это альба мне еще давно рассказывала то как бы дела шли очень хорошо и фирма и людям платили все а потом этот то ли на пенсию ушел то ли заболел то ли что-то там с ним случилось а и в руки взял все у племянники ребята он просто разворовал разворотил это еще ну в общем говорит развалилась наша фирма я что делает альба пока ничего горит сидеть с ребенком дома я говорю а ты в курсе что я говорю спарка ушла он горит они не знал я говорю так вот ну спарка я ушла по своим причинам говорю в принципе там начали резать часы не давали не давали помощи ну в общем пытались загрузить так что я просто не выдержала говорю не 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 ушла хотя они хотели на мое место потом взять альбу они меня просили позвони альбе я ну знаете ребята мне уже как-то неудобно было ее тревожить хотя для альбы у нас есть очень хороший вариант если вдруг она действительно свободно то я думаю что она нам по открытию нашего бара она нам пригодится она настолько шустры она настолько добрая отзывчивая красивая у нее всегда улыбка на лице в общем человек что надо так что так 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 альбомы придержим для себя на море такие люди нужны у нас в этом году горю поработала вероника блин ты знаешь а я знаю потому что ритмы куда-то они наверно в тунис уплывали говорит как раз мы поднимались на судно и как раз через ваш бар так что говорит мы всю ситуацию уже знаем нам уже говорит все рассказали алюхо ну и слава богу потому что а будет не сказано рад если он узнает что альба не работает и ребенок помните какой ребенок был у них вот такая была ножка его когда-то на руках держала он родился у них даже 600 грамм не весил по моему вот такой пацан и такую с характером в общем так что я была очень рада нашей встрече я у меня просто с телефонами так получилось а потеряла кучу номеров телефон украли там тот тот заглох тот пропал ну вот и у меня теперь ее номера телефона нет так что давай говорю передавая большущий привет говорю может быть увидимся они живут прямо ряда там рядом с нашей работой на ритя 5 минут и я на работе так что может в обед как-нибудь встретимся лучше работать не еще до следующего четверка так что у все может быть ну что я себя на мазюкала пошла я себе шутоврут кину а шуши дед мороз нам передал вот этот пакетик ребята 5 евро вы не поверите это я это целый ящик мангу мангу один в один а сколько шесть штук но штук 15 раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 13 штук мангу за 5 евро и еще были как умела вот этот уже грузовичок приезжает и и чего там только не было причем мандарины те которые плоховатые просто у так стояли на земле бери то есть бери даром ну я конечно ничего не стала брать ящик лимонов 5 евро ящик апельсинов 5 евро ящик мандаринов 5 евро я на раздумье было взять мангу или взять это мелокако ну какомело то есть хурма яблоко взяла все таки мангу следующий раз возьму хурму скоро должны приехать к нам родственники наши поляки алены на сестра должна приехать они уже летом у нас были в гостях так что надо будет запасаться такими знаете перед новым годом с 22 числа у нас у детей каникулы так что как раз я до 21 работаю потом каникулы ну в общем начинаются предпраздничные дни поэтому можно потом уже какой-то период и поработать погода начала чуть-чуть налаживаться правда такой дождик мрячка но зато тепло где-то 15 14 градусов общем хорошо уже на нули не сходим так что хоть с этой стороны хорошо ну все ребятки пошла я кушать всем пока такой обжарки легкой достаточно кто не не любит обжаривать можно запечь в духовке или обжарить на сковородке на небольшом количестве масла но это такой шоким быстрая обжарка буквально 3 минуты у меня все готово и сейчас я выкладываю на бумагу хочу вам сказать что ларитета сфигата знаете что такое сфигата какой-то несчастный рецепт потому что только начинаю его делать и все кто-то приходит зажарку я зажарила вчера у меня ж не было времени закончить это дело эти мы тоже пожарили вчера сейчас мы в эту зажарку здесь лук с лидерей и морковка вообще-то сицилианцы морковку не ложат только лук из лидерей ну я положила вот они сюда добавляют томатную пасту но у меня мое помидорное царство потому что томатную пасту они потом разводят водой так вот считайте что это у меня томатная паста разведенная водой и даем чуть-чуть этому делу прохипеть так на глаз сколько смотря сколько у вас порций но я думаю что вот этого можно еще чуть-чуть добавить там у нас было три баклажана да и пару кабачков вот так два половника хороших хороших даже три добавляю теперь смотрите у меня есть каперсы которые я вчера промыла от соли я их сюда же добавляю и у меня вот такие вот зеленые оливки если нет можно черные если нет можно без каперсов без оливок в общем не суть хотя это в рецепте есть ставим на средний огонь и вот смотрите буду я слила и добавляю сюда все оливочки все лишние они не будут в этом рецепте вот прям всю баночку тут граммов граммов смотрите сами сколько видно же вот это сейчас у нас протушится на среднем огне и мы сейчас приготовим с вами уксус и сахар уксуса мы возьмем таки приличненько вот считайте что у меня здесь где-то граммов 250 граммов 200 уксуса я наверное возьму нет наверное меньше эта штучка но все равно граммов 150 200 уксуса можно вложить и 2 столовые ложки сахара и вот когда у нас оливки немножко станут помягче солить тоже надо немножко присолить у меня уже помидор подсоленный поэтому я солить не буду сейчас она только немножко приварить меня оливки и я залью вот эту гремучую смесь туда и чтобы запах уксуса удалился она у нас будет до тех пор пока не удалится запах уксуса а потом мы уже добавим вот эту нашу смесь всю туда такой запах каперса такой запах оливок ребята это не что теперь мы выливаем сюда наш сахарный уксус сейчас будет взрыв вкуса можем даже добавить огоньку я уже вижу накипевший вопрос какой уксус самый обычный у меня белого вина уксус можно яблочный кто любит бальзамический можно бальзамический хотя сюда идет обычный столовый уксус все сейчас уксус у нас уйдет запах уксуса на большом огне как вино испаряется точно так же испаряется и уксус огонь большой но не такой чтобы вылетала понимаете приличный и сейчас я попробую достаточно ли здесь соль здесь надо пробовать потому что оливки соленые каперсы промытые но они были соленые но чуток соли не хватает чуть-чуть подсалываем сейчас буквально оставлю минутки 3 вот так вот покипеть и буду добавлять наши наши наше содержимое я максимально их высушила на полотенце на бумажном и сейчас на это все смешиваем после того как мы все смешали сейчас я накрою еще немножко крышечкой и пусть она минут 15 в собственном садку вот так немножко приоткрытую оставлю 15 минут и он готов и вот такой вот сицилианский винегрет видите маселка отделяется от этого винегретика и становится еще вкуснее она когда настаивается знаете как наш борщ на труде так вот это вот капаната на второй день она сегодня уже сказка а завтра это будет вообще сказка с присказкой и все а это для персонала